Доброе утро! Сегодня понедельник, 8 февраля. В эфире новости ОТС в студии Ксения Смотрова. Как празднуют Новый год буддисты, где поставят глушилки сотовой связи и с кем встретятся баскетболисты Новосибирска, расскажем сегодня в выпуске. Буддисты Новосибирска отпразднуют Новый год по восточному календарю, молебном, обрядом очищения и концертом. На обращение к Сахюссанам, десяти божествам, защитникам учения Будды, верующие соберутся в единственном в Новосибирске буддистском храме вблизи Академгородка. Традиционно в канун наступления Нового года люди зажигают огни и просят, чтобы пламя унесло с собой все плохое. Буддисты считают, что в домашних условиях проводить такой обряд нельзя. Для этого и построен храм. А вечерние часы праздника буддисты посвящают бодхисатве Балдану Хмхама, одной из основных защитников веры, богини, повелительницы демонов и искренительницы ядов. Выйти в интернет не получится. Госкомиссия по радиочастотам может утвердить регламент применения блокираторов сигнала мобильной связи во время единого государственного экзамена. Такие устройства некоторые регионы уже используют для борьбы со скачиванием шпаргалок из интернета. Как пояснили в Роскомнадзоре, в ведомстве подготовили документ, согласно которому блокировка сигнала будет распространяться только на определенные помещения, например, школу, и не мешать работе сети связи за его пределами. Напомню, три года назад, когда случился серьезный скандал со списыванием с мобильных телефонов во время итоговой аттестации, школьников обязали проходить через специальные рамки, которые срабатывают на телефоны, но аппараты все равно попадают в классы. А вот в тех образовательных учреждениях, где в пилотном режиме пробовали глушилки во время ЕГЭ, их использование свело до нуля нарушения, связанные с попытками пронести на экзамен сотовый телефон или другие гаджеты, с помощью которых можно выйти в интернет. Сегодня в нашей стране отмечают День российской науки. Накануне Новосибирский государственный аграрный университет получил хороший подарок. В УЗИ появился испытательно-лабораторный комплекс. Какие исследования будут там проводить, смотрите далее. Под одной крышей пять лабораторий – фитосанитарная, микробиологическая, физико-химическая, энзимного анализа и ДНК. Здесь будут исследовать корма для животных, проверять качество пищевых продуктов, в том числе рыбы, мясо, молока, меда. А еще заниматься перспективным направлением в сфере защиты растений – разводить энтомуокорифагов. У нас идет борьба с чем? С вредителями, то есть с насекомыми вредителями. На сегодняшний день будут выращивать специального клеща, который будет как хищник поедать вот этих вот вредителей. То есть на сегодняшний день в России практически нет таких лабораторий по разведению энтомуокорифагов и привозится все из-за границы. Эти клещи для людей не опасны. С ними о химической обработке растений можно забыть. Спрос на энтомуокорифагов будет большой, уверены эксперты. Тепличные комплексы Новосибирской области увеличивают объемы производства помидоров, огурцов, салата, картофеля и капусты. Осваивают новые площади. О достижениях НГАУ говорили на торжественном собрании, посвященном Дню Российской Науки. Не забыли давнюю традицию за заслуги перед вузом присваивать звание почетный доктор аграрного университета. Награжденные, среди них выпускники высшего учебного заведения, депутат Госдумы Николай Харитонов, а также президент республики Саха-Якутия Егор Борисов, облачились в мантии ученых и получили ценные подарки. Наш вуз большой поддержкой институтов Большой Академии, институтов НИИ или научных учреждений Российской Академии выиграл впервые два гранта Российского научного фонда в общей сложности 30 миллионов рублей. Мы можем тоже оставить небольшой след в науке, как прикладной, так и фундаментальной. На торжественном собрании магистранты Аграрного университета, подающие большие надежды, стали ближе к фундаментальной науке. Им вручили направление на работу в исследовательские институты СОРАН. Анатолий Харитонов, Александр Ведерников, Новости ОТС. И о спорте. Баскетболисты Новосибирской сегодня проведут очередной домашний матч. Соперником сибиряков будет клуб «Самара». Команды-соседи по турнирной таблице «Новосибирск» после 16 матчей занимает второе место. «Самара» следует за ним. В очных встречах преимущество у новосибирцев. Четыре победы против одной у «Волжан». Кстати, единственное поражение от «Самары» новосибирцы потерпели на старте этого сезона. Сегодня команда Владимира Певнева попытается взять реванш. Матч пройдет в спорткомплексе «Север» начало в 19.00. К этой минуте у меня все новости. С вами была Ксения Смотрова. Оставайтесь на нашем канале и увидимся. Доброе утро. В эфире новости ОТС в студии Ксения Смотрова. О научных разработках для городского хозяйства, обязательном ЕГЭ по китайскому языку и о проекте «Театральные профессии» расскажем прямо сейчас. Сегодня в рамках празднования Дня науки Сибирские институты представят свои разработки для городского хозяйства. Реформа системы ЖКХ, проблемы экологии мегаполиса, социальной сферы и здравоохранения, работа общественного транспорта и качество дорог – все это волнует не только простых горожан, но и научных деятелей. Свои решения актуальных задач по улучшению качества жизни в мегаполисе сотрудники НИИ представят в ходе конференции с участием руководства города. Есть ли в аптеках нужные лекарства? В период подъема заболеваемости спрос на противовирусные препараты растет. Сегодня в Новосибирске представители одного из крупнейших поставщиков на российском фармацевтическом рынке прокомментируют ситуацию с обеспеченностью аптек лекарствами от гриппа и ОРВИ. На встрече расскажут об ассортименте, ценах и новых предложениях. Подробности корреспонденты ОТС расскажут в дневных выпусках новостей. В российских школах станет обязательным ЕГЭ по китайскому языку. Аттестацию по новой дисциплине введут уже через пару лет. Как сообщили в правительстве, у учеников есть опыт экзамена по китайскому. По выбору его сдавали в нескольких российских регионах в пилотном режиме. Но уже в 2018-м экзаменационная оценка за знания китайского станет основанием для поступления в ВУЗ наряду со всеми остальными иностранными языками по ЕГЭ. В Качковском аграрном лицее выпускной более 40 человек стали дипломированными трактористами и машинистами. В какие районы отправятся работать молодые механизаторы, узнала Яна Рагуля. Эти ребята ждут не дождутся, когда приступят к работе. Полученные знания им не терпится показать на практике. Кто-то планирует работать в родном селе, кто-то уже решил – поедет в город. Рабочие профессии нужны везде. У нас в селе работы нету. Буду работать в городе. Там работа всегда есть. Планы какие – работать в селе. Пытаться подняться выше. Там со временем, может, поступлю повыше, поймать учиться. В Качковском лицее ежегодно обучаются ребята из разных районов Новосибирской области. Многие едут сюда по направлениям. Из выпускников, которых сегодня мы будем чествовать на этом мероприятии, 15 человек – это дети из Краснозерского района. Ребята, которые вольются в сельскохозяйственную отрасль нашего района. И поэтому не могут не приехать, не поздравить, не поблагодарить, во-первых, коллектив этого училища, и не пожать руки нашим ребятам. Трудоустройство выпускников теперь контролирует учебное заведение. В течение трех лет педагоги будут следить за судьбой ребят. Сегодня на руках у каждого выпускника направление в сельхозпредприятие и их населенных пунктов. Уже предварительно разговаривали. Если их устраивать те условия, которые им предлагает хозяйство, то они подписывают это направление, что они берут его все. Если нет, дальше мы будем заниматься трудоустройством уже. Мы уведомили Центре занятости Качковского и Краснозерского районов, что такое-то количество учащихся уходит с нашего лицея. Сегодняшние выпускники мечтают о больших успехах и с уверенностью смотрят в будущее. У многих ребят в планах продолжить обучение. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новости ОТС. Да будет свет! Сегодня «Красный факел» в рамках проекта «Театральные профессии» предлагает всем поклонникам искусства познакомиться с осветителями, профессионалами, которые проливают свет на театральное действие. Профессия театрального осветителя впервые появилась во времена Шекспира. Тогда на постановку нанимались специальные помощники, которые должны были следить, чтобы свечи и факелы не коптили. А специальные системы для освещения театров начали разрабатывать в Италии во времена эпохи Возрождения. Много позже композитор Скрябин придумал соединить музыку со светом, чтобы каждой ноте соответствовал свой цвет. Создавать театральную партитуру света – задача не из легких. Если до развития современных технологий световым оформлением сцены управляли вручную, то в театре нового века мощность софитов и ламп регулируют централизованно с помощью компьютерных программ. И возможности освещения поистине безграничны. Ему подвластно создание самых разнообразных эффектов. Иногда именно свет становится главным компонентом художественного оформления спектакля. Таким образом, осветители являются полноправными участниками всей постановочной группы спектакля наряду с представителями остальных творческих и технических профессий. К этой минуте у меня все новости. С вами была Ксения Смотрова. Оставайтесь на нашем канале и увидимся! Доброе утро! О новой должности городской садовник, проблеме с нелегалами в Новосибирской области и продуктах, на которые могут ввести налог, расскажем сегодня в выпуске. Нужен ли Новосибирску главный городской садовник? Такая должность может появиться в мэрии. Как сообщили в Департаменте культуры, спорта и молодежной политики, соответствующее предложение поступило в администрацию города. Главный садовник должен контролировать убранство парков, отбирать насаждения, следить за ними, разбираться в посадочном материале и отвечать за зеленую территорию мегаполиса. На территории Новосибирской области завершили операцию нелегальный мигрант. За первый месяц зимы проверили более тысячи объектов в сфере строительства, торговли, транспорта и других мест пребывания иностранных граждан. Выявлено больше 400 правонарушений. Большая часть из них касается несоблюдения правил въезда и режима пребывания в нашей стране. Десятки иностранных граждан выдворят за пределы России. Несколько материалов направлено для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Общая сумма штрафов составила порядка 1 миллиона 300 тысяч рублей. Налог на продукты. Правительство Российской Федерации прорабатывает вопрос о введении налога на вредные продукты, в частности на пальмовое масло и газированные напитки. В перечень подакцизных товаров могут также попасть чипсы и электронные сигареты. Это следует из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, поскольку перечисленные продукты влияют на вес и способствуют развитию заболеваний. Варианты сейчас обсуждают вводить ли акцизы только на сахар и пальмовое масло, ведь такая мера автоматически скажется на повышении цен на все товары с повышенным содержанием сахара и жира. Сегодня в нашей стране отмечают День российской науки. Накануне Новосибирский государственный оградный университет получил хороший подарок. В ВУЗе появился испытательно-лабораторный комплекс. Какие исследования будут там проводить, смотрите далее. Под одной крышей пять лабораторий. Фитосанитарная, микробиологическая, физико-химическая, энзимного анализа и ДНК. Здесь будут исследовать корма для животных, проверять качество пищевых продуктов, в том числе рыбы, мясо, молока, меда. А еще заниматься перспективным направлением в сфере защиты растений, разводить энтомоакарифагов. У нас идет борьба с чем? С вредителями, то есть с насекомыми вредителями. На сегодняшний день будут выращивать специального клеща, который будет как хищник поедать вот этих вот вредителей. То есть на сегодняшний день в России практически нет таких лабораторий по разведению энтомоакарифагов и привозится все из-за границы. Эти клещи для людей не опасны. С ними о химической обработке растений можно забыть. Спрос на энтомоакарифагов будет большой, уверены эксперты. Тепличные комплексы Новосибирской области увеличивают объемы производства помидоров, огурцов, салата, картофеля и капусты. Осваивают новые площади. О достижениях НГАУ говорили на торжественном собрании, посвященном Дню Российской науки. Не забыли давнюю традицию за заслуги перед вузом присваивать звание «Почетный доктор Аграрного университета». Награжденные, среди них выпускники высшего учебного заведения, депутат Госдумы Николай Харитонов, а также президент Республики Саха-Якутия Егор Борисов облачились в мантии ученых и получили ценные подарки. Наш вуз с большой поддержкой институтов Большой Академии, институтов НИИ или научных учреждений Российской Госакадемии выиграл впервые два гранта Российского научного фонда в общей сложности 30 миллионов рублей. Мы можем тоже оставить небольшой след в науке, как прикладной, так и фундаментальной. На торжественном собрании магистранты Аграрного университета, подающие большие надежды, стали ближе к фундаментальной науке. Им вручили направление на работу в исследовательские институты СОРАН. Анатолий Харитонов, Александр Ведерников, Новости ОТС. К этой минуте у меня все новости. С вами была Ксения Смотрова. Оставайтесь на нашем канале и увидимся. Доброе утро! В эфире новости ОТС в студии Ксения Смотрова. О Дне Российской науки, переписи через интернет и о выставке зарубежных университетов расскажем сегодня в выпуске. День Российской науки в планетарии. Сегодня Большой Новосибирский планетарий отмечает двойной праздник. 8 февраля 2012 года состоялось открытие детско-юношеского центра планетарий, ныне крупнейшая за Уралом организация, где работают больше 20 профильных объединений и студии ежедневно проводят экскурсии для школьников и жителей города. Сегодня в планетарии можно будет поучаствовать в звездной битве и разгадать одну из интереснейших загадок астрономии, а также посмотреть выступление театра физического эксперимента НГТУ о развитии научно-технического прогресса, где во время представления актеры продемонстрируют опыты. Добавлю, что весь день в планетарии работает выставка иллюзий и интерактивных экспонатов «Новая реальность». Пересчитают через интернет. Перепись населения 2020 года Росстат намерен провести в глобальной сети. Соответствующие поправки в законодательство размещены ведомством на официальном портале. По мнению специалистов, это позволит снизить число тех, кто не участвует в переписи. Напомню, в 2010 году 1 миллион человек отказались участвовать в переписи, а 2,5 миллиона переписчики не застали дома. А у использования сети интернет в процессе переписи граждан масса положительных примеров. В частности, такой опыт есть у Болгарии, Канады, США и Эстонии. Результат точной численности населения этих стран позволяет чиновникам более качественно формировать бюджеты всех уровней и корректировать социально-экономические программы в регионах. Образование за рубежом в Новосибирске готовится к масштабной выставке программ зарубежных университетов Unisfair 2016, участниками которой станут представители вузов Великобритании, США, Канады и других стран. Сибирские студенты смогут получить исчерпывающую информацию о том, стоит ли и где именно продолжать обучение за рубежом, определить продолжительность и интенсивность обучения. Из-за разницы курсов валют, многие студенты отказываются рассматривать программы иностранных учебных заведений в качестве дополнительного образования. Однако представители высшей школы иностранных государств готовы предложить оптимальные варианты цены и качества. Почти 80% производства в Искитимском районе Новосибирской области занимают промышленные предприятия, которые являются основным поставщиком сырья на областном рынке стройматериалов. Ирина Звягина побывала на предприятиях, которые не только выживают в условиях кризиса, но и свои продукции стараются поддержать другие сферы экономики. Зимой скитимские цементники всегда переживают спад производства. В минувшем году к сезонным явлениям добавились кризисные. Затишки на рынке не пережидают, используют это время для крупных ремонтов. Одну из печей готовят к максимальным нагрузкам до летнего сезона. Но мы думаем, что летом мы это все наверстаем и продолжим работать в том же коллективе и в том же составе. И в принципе, я думаю, что отгрузка будет. Большинство промышленников Искитима минувший год, как они говорят, пережили. В плюс отработали лишь несколько предприятий. Максимальный прирост отмечается на производстве извести. Мы остаемся в тех же пределах, в том же диапазоне членовского ресурса и качественного количества, но при этом они будут делать больше, чем делали до этого. Увеличивается эффективность на одного человека. Сегодня наша строительная отрасль города в ожидании заказов. Она готова выполнить большие объемы работы. Огромные, скажем так, даже так. Мы ждем заказы. И в этой ситуации мы начинаем работать в 2016 году. В минувшем году город выполнил несколько социальных задач. Построено 8 многоквартирников. После капитальной реконструкции начал работать детский сад на 300 мест. Планы? Ну, пока еще только и детки привыкают. И я привыкаю. Планы будем строить потом уже в дальнейшем, пока планов таких особых нет. Реконструкцию главного путепровода Искитима удалось завершить раньше срока. Весной закончится его благоустройство, и город приступит к самой больной теме – ремонту дорог. Искитим не только город, строящий города, но Искитим – это город мостов. И прежде всего все средства, которые направлялись на ремонт и строительство дорог, они направлялись на ремонт мостов. Был сделан анализ состояния текущего. Начиная с этого года будут направляться, прежде всего, средства на ремонт и восстановление дорожного покрытия в городе. Через год Искитиму исполнится 300 лет. К этому времени запланировано строительство ледового дворца, реконструкция дорожной сети города и ряд других задач. План уже подписан в областном правительстве, остается ждать инвестиций. Ирина Звягина, Владимир Анапрячук, Новости ОТС. К этой минуте у меня все новости. С вами была Ксения Смотрова. Оставайтесь на нашем канале и увидимся.